Добрый день, дорогие друзья! Сейчас хочу вам рассказать про псориаз. Самых устремленных, готовых взять ответственность за свое здоровье в собственные руки, я приглашаю в клуб Школы Здоровья. Там я научу вас справляться со своими заболеваниями. Псориаз это заболевание, которое имеет кожные проявления, но на самом деле причина этих проявлений на коже лежит гораздо глубже. Там обычно бывает несколько причин. Я вот точно могу сказать пока только две, которые всегда обязательно присутствуют. Первая причина это грязный кишечник. Мы говорили, что все аллергические реакции завязаны на грязный кишечник. В случае с псориазом то же самое. Вы можете предотвратить обострение развития вот этого заболевания, то есть чтобы не было у вас никогда никаких высыпаний на коже, банально почистив кишечник. Как мы говорили вот раз в неделю тонкая кишка очистится сорбентом, толстой кишкоклизмой. Или можно сделать немножко по-другому. Можно просто создать баланс в организме, то есть употреблять пищу в таком объеме, в таких пропорциях, чтобы где-то 70 процентов от съедаемых за день пищи были у вас свежие овощи и только 30 процентов все остальное. Тогда вы тоже вот этим свежими овощами клетчатка, она тоже прекрасно причищает кишечник, тоже будете постоянно поддерживать свой кишечник в нормальном состоянии и предотвратите развитие обострений псориаза. Вот то есть первая одна из главных главных две. Первая из этих причин это грязный кишечник. Соответственно поддерживаете его в чистоте и не будет у вас никогда никакого псориаза. Это первый момент. И второй момент, что еще вызывает обострение, то есть вот кожное проявление псориаза, это стресс. Когда человек нервничает, то же самое. Здесь вот эта вот ситуация избытка парасимпатической иннервации при стрессе, как мы уже говорили, мышечное напряжение, это все тоже провоцирует обострение псориаза. Поэтому не нервничайте, если можете или если не можете, то хотя бы отрабатывайте свои стрессы физической нагрузкой до пота. Тогда тоже у вас не будет никаких проявлений псориаза. Будете жить себе спокойно и забудете о нем. Вот дорогие друзья, как совершенно несложно лечить такое серьезное заболевание, как псориаз. Наши доблестные медики, к сожалению, не понимая этих моментов, они относят псориаз к аутоиммунным заболеваниям. Я вам сразу говорю, никакого аутоиммунного механизма в псориазе нету. Это все сказки. Вот поэтому на другие темы можете при лечении псориаза не отвлекаться. Благодарю, всего доброго, будьте здоровы. Напоминаю, что ваши лайки моя самая большая награда. Не жальничайте, ставьте их, пожалуйста, а также подписывайтесь на канал. Я здесь несколько раз в неделю рассказываю о методах самостоятельного восстановления здоровья.